Я думаю, что вообще дальнейшая судьба Крыма, она связана исключительно с тем, что будет происходить внутри самой России. Понимаете? И предсказать тут ничего невозможно. Мы можем как угодно рассуждать об этом, хотеть этого или не хотеть, но эта ситуация, которая будет решаться, зависит полностью от того, что будет происходить внутри российской политики. Будет ли она меняться, смягчаться или наоборот ужесточаться по отношению к остальному миру, к Западу? Но, правда, и чего нам ждать? И должна ли что-то делать Украина или просто ждать воли Рока и наблюдать за ситуацией? Тогда ваш ответ на ваш же собственный вопрос. Как будет развиваться, на ваш взгляд, ситуация в России? В сторону смягчения или в сторону ужесточения? Вы понимаете, Евгений, сейчас вот сегодня был такой сигнал интересный, когда закрыли уголовное дело против женщины, которую обвинили в шпионаже в пользу Украины. Вы слышали об этом, да? Ну да, разумеется. Вы имеете в виду... Да, да. Светлана Давыдова. Мать семерых детей. Да. Ну и как вы считываете, как вы прочитываете этот сигнал? Ну, некоторые считают, что это смягчение такой позиции по отношению к врагам, как бы, да? Потому что у нас риторика такая, что кругом враги, Запад враг, Украина враг, фашисты и так далее. Значит, все враги. Но в то же время Надежда Савченко остается в темнице. Айдер, но сегодня в Симферополе ранним утром два журналиста, госпожа Кокорина и госпожа Андреевская, но Андреевская в Киеве, но к ее родителям, а Кокорину увели в ФСБ. Шесть часов допроса. То есть, я не думаю, что один штрих, когда, ну просто они исправляют ошибку, мать семерых детей, как бы, да, это не есть явление какое-то, то, что происходит в России. Айдер, это Рифат Чубарович. Я как раз, Рифат, Рифат Ага, да, я узнал. Я хотел просто сказать именно вот то, что вы сказали, что вряд ли этот сигнал что-то серьезное означает. Понимаете, российская политика очень закрыта. И вы знаете, Ахтема Чегоза, моего заместителя, ломают за стенках ФСБ и идут репрессии против других членов Межлиста. Ну, то есть, в Крыму, я только что вернулся из Крыма, неделю назад, даже меньше. Я могу сказать, что, конечно, в Крыму ситуация гораздо хуже с правами человека, чем в России. И режим там гораздо жестче, конечно, чем в России и в Москве. Там, как бы, устроен такой показательный оазис, видимо, того, о чем мечтают некоторые в России. Это оазис страха такого, когда люди боятся высказываться, когда боятся даже просто говорить с иностранцами. Я вот сейчас, дня два назад, по просьбе иностранных журналистов, своих приятелей просто, пробовал организовать в Крыму встречи иностранных корреспондентов с простыми людьми. И вот все отказались от этих встреч. И сейчас я разговариваю с моими товарищами, коллегами иностранными, которые находятся в Крыму. Они не могут ни с кем поговорить. То есть, простые люди, вы хотите сказать, не только сниматься. Обычные люди, простые, не хотят давать интервью? Да, конечно, да. Вы понимаете, Евгений, проблема даже не в том... Нет, журналисты разговаривают там, представители Меджилиса, которые могут проживать в Крыму, они разговаривают. А простые люди, вот именно самые простые люди, боятся не то, что давать интервью иностранному каналу. Они просто боятся даже встречаться с журналистами. Просто для разговора. Потому что вслед за этим, по их мнению, последует вызов ФСБ или там чего похуже. Но вот то, о чем Рифат Ага говорил только что, это... Я тоже в курсе этих событий. Я звонил в Крым, отпустили Наталью Кокорину. Но, как бы, видимо, следственные действия какие-то будут продолжаться и в чем-то будут обвинять этих девушек. То есть, понимаете, положение абсолютное в бесправе у любых людей, которые, как бы, ну, можно назвать это как угодно, но факт остается фактом, что не только крымские татары, но и журналисты любые, и правозащитники чувствуют себя, скажем так, в опасности. А простые люди просто боятся разговаривать. А вот этот вот страх, о котором вы говорите, он может перерасти в недовольство, в массовое недовольство? Какие там настроения в целом? Вот вы только что там побывали, что вы можете сказать? Ну, понимаете, я дело в том, что общался в основном с крымскими татарами. Я там был на, как бы, мероприятиях, связанных с татарскими делами. Но у меня есть, конечно, знакомые и не татары в Крыму. И все, что говорят люди, которые даже далеки от политики, это что в Крыму стало значительно все тяжелее, допустим, заниматься бизнесом. Да, очень в кругом проверяющие органы. Все, силовики все проверяют, накладывают штрафы. Очень большие проблемы с такими мелочами, о которых при Украине даже речи быть не могло. У меня один знакомый сказал мне, что я думал, что Украина это государство такое довольно бюрократическое и коррумпированное. Но когда они увидели российские порядки там, да, конечно, Украина показалась совершенно свободной либеральной страной. Айдер, еще один вопрос. Очень тяжело. Еще один вопрос. У нас не так много времени телемоста, а я не могу вас об этом не спросить. Сегодня чуть ли не одна из главных тем мировых средств массовой информации, это загадочное исчезновение Владимира Путина, которого уже там, по-моему, неделю не видно. И какие-то появляются сообщения на официальном сайте Кремля, что он с кем-то встречается. Потом выясняется, что эти встречи были раньше, их выкладывают в виде запись этих встреч вот сейчас. Как бы для того, чтобы продемонстрировать, что президентам все в порядке, он там с кем-то встречается, что-то делает, а вроде как он непонятно где. Что вы об этом знаете? Ну, как я уже сказал, политика очень закрытая в России и точно что-то утверждать невозможно. Но, насколько я знаю, планы президентские сверстаны на выходные. На выходных у него будут встречи. И вот сегодня мне звонили из нескольких даже стран, спрашивали, что происходит. Люди увидели информацию в интернете о том, что журналистов Кремлевского пула им приказали сидеть на чеку, быть и быть готовыми к каким-то срочным заявлениям. Но вот этого, конечно, ничего нет. И это странно было бы предположить, потому что, в общем-то, если нужно какое-то заявление сделать российской власти, она в любой момент соберет журналистов. Для этого не нужно рассылать никакие циркуляры, чтобы кто-то сидел и ждал. Я думаю, что, как бы, тут больше слухов, чем правды. Хорошо. Хорошо.